всем привет мои дорогие спасибо что заглянули и сегодня как вы понимаете вас ждет увлекательный влог из южной кореи вернее села но начать я хочу все таки с моего чемодана потому что на мой взгляд все таки путешествие начинается со сбора чемодана ну и прежде чем я начну все упаковывать в чемодан хочу очень коротко показать вам что беру с собой из ухода и еще одни маловажная вещь это аптечка я сложила все необходимые мне лекарства вот такую маленькую косметичку у меня их немного потому что ну в первую очередь потому что я еду все-таки без детей и в общем-то ничего такого особенного здесь нет только самое самое необходимое во первых конечно же более утоляющее без него просто никак и мне очень нравится вот этот комбинированный препарат я не один год его использую и нравится именно тем что и если не дай бог поднялась температура он поможет и если головная боль и если спина заболела у меня вот просто один ответ на все вот этот миг 400 но не знаю мне он отлично помогает и очень очень нравится так дальше я беру с собой вот такую мазь салвисар это мазь обезболивающая и она применяется при болях мышцах и суставах у меня знаете не бывает по-хорошему нужно ехать а со вчерашнего дня болит колено поэтому я достала опять вот эту мазь я с ней довольно давно знакома опять же потому что к сожалению боли в спине и шее дело у меня такое нередкое что ли и вот эта мазь мне очень нравится во первых то что она все-таки из натуральных природных компонентов то есть состав хороший у меня не вызвало аллергии эта мазь на основе яда гадюки она очень приятно прогревает кожу вот именно не жжет а приятно прогревает кожа краснеет улучшается кровообращение кстати не просто боль снимает причем очень быстро там по моему 10 минут уже облегчение чувствуешь но и снимает воспаление это очень очень важно запах у неё конечно довольно специфический если я сейчас говорю о том что все-таки беру и в дорогу но он не разъедающий не удушающий так что можно смело брать дальше для желудка возьму молокс я тоже с этим опять же препарат довольно таки не новый но в поездку брать что-то новое наверное довольно опасно поэтому я беру вот знакомый мне препарат только у меня в упаковке в большой дома а для дороги я естественно взяла вот такой мини вариант так как мы едем в другую страну там совершенно другая кухня неизвестно как отреагирует наши желудки к тому же возможно там не успеем поесть или поедим чего-то такого чего нашим живу что нашим желудком не понравится мне нравится вот этот препарат он отлично помогает но избавиться от какой-то боли в желудках желудки или скажем там не знаю ощущение какой-то тяжести изжога или еще что-либо поэтому я возьму так ну вот такая совершенно небольшая мне аптечка набирать чего-то там больших количествах не вижу смысла ну а взять все самое самое важное необходимое конечно же обязательно так все убираем я так полагаю что не первая часть видео половина будет о том как я собираю чемодан надо ускоряться для умывания я беру вот такую пудру это корейское средство в первую очередь беру именно потому что это пудра и если где-то что-то высыпется это не страшно поэтому для дороги самое она в маленькую упаковочку я вот такую вылила мицеллярную воду конечно же макияж мне придется снимать и что тут дальше крем для рук без него конечно же никак крем не будет нужен и не поверите я фанатка ухода беру с собой в поездку всего только один единственный крем вот этот крем я вам показывала от клиник этот крем восстанавливающий поврежденную сухую кожу и тонус придает отличный очень хороший крем и я его брала в поездку как раз свою зимой предыдущую и беру его только один и для лица для шеи для глаз он просто универсальный и он классный мы едем южную корею это соответственно там огромное количество косметики я конечно же что-нибудь куплю я конечно же не утерплю и буду прямо сразу открывать сразу пользоваться поэтому нет смысла набирать горы косметики этого мне достаточно сейчас сядем в поезд и мы едем до хабаровска вылетаем мы именно с хабаровска и нам еще целую ночь нужно провести в поезде честно говоря ну это в поезде лучше чем просто ехать на автомобиле до хабаровска в том плане что у нас довольно плохая трасса там вот в поезде комфортнее но то что целую ночь это конечно не очень хорошо стандартные кадры когда снимаю видео путешествиях всегда показываю поезд алина тебе большой чемодан большой чемодан маленький маленький чемодан но очень-очень тяжелый короче я передумала ехать да ну нафиг дома лучше нам предложили на борту мясо и морепродукты мы с алиной выбрали морепродукты даже неплохо только рис абсолютно не соленый по крайней мере в аэрофлоте кормили гораздо гораздо хуже ну что друзья мои я вас приветствую а мы наконец-то в сеуле в аэропорту города сеула какой же он огромный и красивый стать работники аэропорта помогают показывают куда нужно идти ну понимаешь что мы естественно идем на паспортный контроль то есть без помощи вы тут меня не останетесь не заблудитесь это точно да очень красивый аэропорт конечно очень красивый самое главное не потеряться в этом большом аэропорту который похож на маленький город короче говоря мы так и не смогли найти где останавливается поезд где можно купить билеты поэтому придет пришлось нам ехать на такси самое интересное нам сказали что водитель подойдет прямо сюда за нами мало того что водители за нами пришел он еще взял наши чемоданы и понес и даже там с алиной что-то болтает слушайте но это прямо очень очень приятно корея нас встречает самыми приятными мелкими пока но очень приятными моментами алина говорит космос не но понятное дело это другой мир о чем мы говорим господи конечно это совершенно другой мир а и даже машины какие шикарные красивые так вот наш машина садимся и поедем сейчас прямо до отеля скажите еще раз это на камеру вот эта часть кстати очень сильно похожа на Владивосток и мост и в общем-то здесь как понимаете желтое то же самое желтое море так ну что будем заселяться в отель ку-ку давай быстрее я уже так устала на самом деле я хочу прилечь хотя конечно же время еще довольно сколько сейчас наверное часов 9 мы еще пойдем гулять обязательно наш номер девушка не могли бы сами чемодан у нас носильщиков нет вот такой номер спальный принципе да скромно просто и комфортно так и мне интересно вид из окна вау красивый вид из окна ну конечно здесь немного видно но все равно лучше чем какие-то фонарики уже хорошо шарики фонарики так сейчас я посмотрю давайте посмотрим ванную туалет что у нас здесь знаменитые корейские унитазы будем изучать у нас много времени куда и что нажимать но это вот такой шкафчик раздвижной для одежды вот такой номер быть скорее не показать замечательные современные унитазы это было бы странно известно корейцы помешаны на чистоте поэтому и унитазы у них со всеми необходимыми для них функциями поэтому я не знаю может стоит нажать куда-нибудь так ничего не происходит тоже ничего не происходит а сейчас как произойдет все вместе упс я не знаю что здесь может быть что-то подогревается короче девочки пожалуй к я все выключу на место пока это все вместе не сработало вид из окна нашего отеля причем мы находимся на седьмом этаже и только сейчас я сообразила что вот этот маленький садик вот эта лужайка они находятся на крыше на крыше корейцы умеют удивлять вот реально такой маленький оазис наверно здорово сейчас мы направляемся на встречу с блогером а вернее с инстаграмным блогером русский гид в корее замечательная девушка и она нам проведет экскурсию пешую по центру сеула алина ты готова к новым впечатлениям готова скажи всегда готова к новым эмоциям впечатлениям погода какая-то непонятная вроде показывает что сегодня будет 27 но мы все-таки надели курточки на всякий случай такой красивый лифт я по-моему его уже показала не помню как всегда джинсы и футболка куртка что еще новое путешествие сегодня ожидаю очень много положительных эмоций много впечатлений я уверена что так и будет и так началась наша пешая экскурсия по центру сеула я конечно же с удовольствием беру с собой мы сейчас идем по той самой знаменитой улице имен дон конечно гораздо интереснее здесь все-таки вечером вечером мы сюда обязательно вернемся кстати очень высокая влажность я иду футболки мне жарко душно а корейцы смотрю многие в кофточках каких-то не знаю какую-то легкую одежду на футболку еще надевают и какая красивая не знаю как назвать это аллея из цветов это здание современное здание мэрии а вот это старое здание мэрии такой футуристический стиль здорово-то как вот это мэрия это площадь перед мэрией посмотрите какая большая красивая карта кореи кстати здесь выложено вот здесь собственно говоря вот так это выглядит сверху сейчас мы находимся в одном из дворцов сеула это архитектура меня просто завораживает мы купили билеты стоят они 1000 вон но это 10 долларов слышите это пионы пахнут просто очень красиво очень красиво так интересно смотрите архитектура да за дворцом можно увидеть небоскребы а здесь дорожки по которым гулял император и его семья руд очередной оазис и островок в мегаполисе очень красивая ну ка пахнет она нет практически ничем не пахнет это тронный зал первоначально трон был вообще двухэтажное строение но во время пожара пострадал и восстановили только вот древесины дашь ну да все это кстати построена в экологическом стиле без единого гвоздя судей какая работа и высокий поток и так интересно здесь есть здание которое построено в европейском стиле до дальше мы видим современные небоскребы еще дальше мы видим дворец такая замечательная панорама все посмотрели мы очень была интересная экскурсия очень интересная безусловно и сейчас мы наверное поищем где нам перекусить и продолжим свое путешествие посмотрите такие ворота да в одну от одной эпохи назовем так и здесь совершенно другая эпоха это круто а